Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первой книге царей. И сегодня мы будем читать 14 главу, это большая глава, в ней 52 стиха. И наша задача прочитать эту главу и вывести те уроки библейские, которые для нашего назидания содержатся в этой главе. А сложное место в окончании этой главы мы рассмотрим более подробно, отталкиваясь от святоотеческих комментариев. И мы читаем первый абзац. «В один день сказал Иенофан, сын Саулов, слуге-оруженосцу своему, ступай, перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне». А отцу своему не сказал об этом. Саул же находился в окраине Гивы под гранатовым деревом, что в Мигроне. «С ним было около 600 человек народа. И Ахия, сын Ахитува, брата, и Охаведа, сына Финеса, сына Илья, священник Господа, в селоме, носивший ефот, народ же не знал, что Иенофан пошел». Итак, что мы видим в этом абзаце? Мы здесь видим, что Иенофан проявляет инициативу. Но, как говорится, инициатива всегда бывает наказуема. В это время его отец, царь Саул, находится под гранатовым деревом в окрестностях Гивы, в окружении своих витязей, богатырей и в присутствии священника, который носил ефот и который совершал необходимые действия, связанные с введением войны. В частности, он должен был произносить молитву, которая произносится перед сражением в соответствии с Моисеевым законом. Но для Иенофана это все-таки молодой человек, для него это было немножко в тягость вот так вот сидеть. Конечно, неплохо сидеть рядом с отцом, царем, как его наследник, но ему хотелось действий. И мы читаем следующий абзац, отрывок. Между переходами, по которым Иенофан искал подобраться к отряду филистимскому, была острая скала с одной стороны и острая скала с другой, имя одной Боцец, а имя другой Сене. Одна скала выдавалась с севера к Мехмасу, другая с юга к Гиве. Здесь мы видим, что отряд филистимлян находился под защитой двух скал, заостренных таких вершин, и подобраться к ним было достаточно сложно. И действительно, если народ Божий оберегают ангелы и воля Создателя, Господа Бога, то языческие народы как бы под покровительством сил зла. И вот эти две скалы, они могут как бы это символизировать. И сказал Иенофан слуге оруженосцу своему, ступай, перейдем к отряду этих необрезанных, может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих. Вот у Иенофана мы видим, в отличие от его отца Саула, который все время считает, сколько у него людей осталось, у него более глубокое упование на Господа, который может спасти народ и большим количеством воинов, и малым количеством воинов. для Бога нету разницы, он действует так, как он хочет действовать. И вот это упование Иенофана на Господа обеспечит ему славную победу над теми язычниками, которых защищают острые скалы с одной и с другой стороны. Итак, Иенофан называет своих противников необрезанными. И позже мы увидим, что когда царь Давид выступает на единоборство с противником, он тоже говорит «пес необрезанный». А что подчеркивают этим уточнением Иенофан и Давид? Завет обрезания по-еврейски Брит Мила — это был завет, через который мужчины вступали в Союз Создателя. И они становились членами Ветхозаветной Церкви. Причем восьмидневный владелец уже мог быть обрезан, подвергнут завету Брит Мила, завету обрезания, и уже считался как бы членом Ветхозаветной Церкви. И для Иенофана, как и для Давида потом, совершенно очевидно, что у Бога есть те, которые ступили в завет с ним, и есть те, которые не признают власть Бога над собой. Помните, когда Моисей и Аарон пришли к фараону, они говорят «вот Господь велел, чтобы ты отпустил народ». Фараон говорит «я Господа не знаю, и Израиль не отпущу». И вот эти языческие народы, они даже не понимают, что такое завет с Богом, и почему у евреев один Бог, а немного Богов, как, собственно говоря, у язычников. Язычники всегда видели преимущество в том, что у них много Богов, и они рассуждали по-человечески. Чем больше Богов, тем лучше. А если у кого-то один Бог, а как этот один Бог справится со многими Богами? Вот такая у них была интересная арифметика. И сказал Иенофан, слуге оруженосцу своему, ступай, перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих. И отвечал оруженосец, делай все, что на сердце у тебя, иди, вот я с тобою, куда тебе угодно. Ну, а оруженосцами в то время в основном были отроки, то есть тенейджеры, подростки, которые таким образом оттачивали собственное воинское мастерство, чтобы потом стать настоящими витязями-богатырями. И сказал Иенофан, вот мы перейдем к этим людям и станем на виду у них, так, чтобы они нас видели. Если они так скажут нам, остановитесь, пока мы подойдем к вам, то мы остановимся на своих местах и не взойдем к ним. А если так скажут, поднимитесь к нам, то мы взойдем, ибо Господь предал их в руки наши, и это будет знаком для нас. Зачем Иенофан вот как бы осуществляет такое гадание? Иенофан понимает, что Господь не ведет нас легкими путями. Он это понимает. И он понимает, что если ферестемляне будут спускаться к нему с этих скал, конечно, это облегчит как бы его задачу, но Господь-то посылает нам трудности с какой целью? Усовершенствовать нас. Как, помните, один русский бард писал, здесь можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Похоже, что Иенофан научен действиями Бога, что Господь попускает нам трудности, потому что Он хочет нас в них усовершенствовать, закалить, если хотите, сделать нас по-настоящему бесстрашными. И далее. Когда оба они стали на виду у отряда филистимского, то филистимляне сказали, вот евреи выходят из ущелий, в которых попрятались они. То есть выползают из этих нор. Здесь чувствуются скептические нотки. И закричали люди, составляющие отряд, к Иенофану и оруженосцу его, к отруку его, говоря, взойдите к нам, и мы вам скажем нечто. Ну, совершенно очевидно, что филистимляне рассчитывают на простоту этих людей, а действительно, в глазах филистимлян кем были евреи. У них даже оружия не было у евреев, им запрещено было даже кузнецов иметь. Это нация под жесткими санкциями, которая лишена всех прав. Они вообще не имеют программы на существование. Вот такая ломовая филистимская логика. Тогда Иенофан сказал оруженосцу своему, следуй за мной, ибо Господь предал их в руки Израиля. То есть победа достигается тяжелыми усилиями, но потребляющие усилия восхищают ее. И начал восходить Иенофан, цепляясь руками и ногами, и оруженосец его за ним. И падали филистимляне перед Иенофаном. То есть когда он забрался на эту вершину между скал, оруженосец добивал их за ним. И пало от этого первого поражения, нанесенного Иенофаном и оруженосцем его, около двадцати человек на половине поля, обрабатываемого парою валов в день. Ну это имеется в виду, что там значительная площадка была между скал. И произошел ужас в стане, на поле и во всем народе. Передовые отряды и опустошавшие землю пришли в трепет и не хотели сражаться. Дрогнула вся земля, и был ужас великий от Господа. Чего же они испугались? Погибло всего двадцать человек. Но их убил один воин, Иенофан, а добивал его отрок, его мальчишка, оруженосец. То есть один воин сразил двадцать человек передового отряда филистимлян, двадцать витязей, обученных ремеслу убийства. Поэтому страх обрушился на этих людей. И мы читаем далее. И увидели стражи Саула в гиве Вениаминовой, что толпа рассеивается и бежит туда-сюда. А здесь уже немножко другой страх. А люди Саула опасаются мести со стороны филистимлян за убийство двадцати их витязей. И сказал Саул к народу, бывшему с ним, пересмотрите и узнайте, кто из наших вышел. То есть какое-то движение началось у филистимлян, какое-то движение началось у евреев. И надо разобраться, понять, осмыслить, почему все это происходит. И пересмотрели, и вот нет и Нафана, и оруженосцы его. И сказал Саул Ахии, принеси кивот Божий. Ибо кивот Божий в то время был сынами израильскими. Кивот в греческом переводе по сптуагенти – это эфот, особая святыня, с помощью которой через урим и тумим, такие были камни, взыскивали волю Божию, и Господь отвечал. Потому что там был такой нарамник, на нем имена всех колен израилевых, и когда камни подносили к разным буквам, они начинали светиться, и слагались слова и целые предложения. В общем-то, на этот случай и был священник между войнами Саула. Саул еще говорил к священнику, как смятение в стане филистимском более и более распространялось и увеличивалось. Тогда сказал Саул священнику, сложи руки твои. То есть он берет эти камни, соединяет их и смотрит. «И воскликнул Саул, и весь народ, бывший с ним, и пришли к месту сражения». То есть была получена информация, что можно смело туда идти через эфот, кивот Божий, пришла эта информация. И пришли к месту сражения. И вот там меч каждого обращен был против ближнего своего. Смятение было очень великое. Скорее всего, это было в темный период времени. Филистимляне просто стали перебивать друг друга. Вот узнав о том, что там один какой-то воин еврейский убил 20, зарезал, можно сказать, 20 человек, и они пришли в панику и в темноте начинают убивать друг друга. Или Господь ослепил их средь бела дня. Тогда и евреи, которые вчера и третьего дня были у филистимлян, которые повсюду ходили с ними в стане, пристали к израильтянам, находившимся Саулом и Инофаном. А что это за евреи? Это коллаборационисты, которые обслуживали филистимлян. Они были рабами филистимлян. Но, увидев такую победу Израиля, явно из рук Божьих, они перешли на сторону лагеря царя Саула. И все израильтяне, скрывавшиеся в горе Ефремовой, услышав, что филистимляне побежали, также пристали к своим сражениям. То есть те, которые попрятались по пещерам, мы о них тоже уже говорили. И спас Господь в тот день Израиля. Битва же простерлась даже до Беф-Авена. Всех людей было с Саулом, уточняет Септуагинта, до десяти тысяч. И битва происходила по всему городу на горе Ефремовой. Теперь у них было чем сражаться, потому что филистимляне перерезали друг друга, и эти мечи торчали в трупах, и евреи вынимали эти мечи. Теперь они их будут использовать для себя. Кстати, как царь Давид, потом он завладеет мечом Голиафа, и будет этим мечом совершать великие победы. Люди израильские были истомлены в тот день. То есть они очень устали. Сначала это паника была, неразбериха, потом победа. А Саул весьма безрассудно заклял народ, сказав, «Проклят, кто вкусит хлеба, до вечера, доколе я не отомщу врагам моим». То есть он поступил безрассудно, доложив такой пост, собственно говоря, на весь еврейский народ, в то время, когда они совершали воинский поход. Например, в православной традиции от поста как раз освобождают всех военнослужащих, которые участвуют не только в военном походе, а просто призваны на службу в армии. Военнослужащие могут не поститься. У нас также не постятся беременные женщины и кормящие грудью матери. Больные не постятся и так далее. А безрассудство Саула заключалось в том, что он наложил на всех пост, может быть, перед этим неплохо позавтракал, и пошел весь народ в лес, и был там на поляне мед, имеется в виду дикий мед, и вошел народ в лес, говоря, «Вот течет мед, но никто не протянул руки свои ко рту своему, ибо народ боялся заклятия». Потому что он заклял как бы насмерть, если кто нарушит пост, то такой человек должен быть казнен. «Инофан же не слышал, когда отец его заклинал народ, потому что он был совсем в другом месте, он там вырезал филистимлят. И протянув конец палки, которая была в руке его, обокнул ее в сот медовый, и обратил руку к устам своим, и просветлели глаза его, потому что они все были очень голодные. А когда Инофан вкусил меда, он буквально ожил, и просветлели глаза его. То есть взор его уже не был таким туманным, не выражал абсолютную усталость. «И сказал ему один из народа, говоря, «Отец твой заклял народ, сказав, проклят, кто сегодня вкусит пищи, от этого народ истомился». Здесь мы чувствуем сарказм, этот человек говорит, «Отец твой заклял народ, а вот тебя-то вроде не заклял. Вот ты-то можешь, а мы не можем». «И сказал Инофан, смутил отец мой землю, смотрите, у меня просветлели глаза». То есть он тоже был голоден. «Смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меда. Если бы поел сегодня народ из добычи, какую нашел у врагов своих, то не больше ли было бы поражения филистимлян?» То есть если бы проявляли нормальную заботу о пропитании солдат, то они еще более эффективную победу одержали бы над филистимлянами, они могли гнать их какое-то очень продолжительное время. Но тылы бездействовали, провиант не подвезли, причем все были запуганы вот этим заклятием, которое Саул безрассудно наложил на народ. Вот это пример того, что такая ложная религиозная фанатичность, она до добра не всегда доводит. когда людей держать все время в каком-то таком напряжении, то люди могут просто сломаться. Есть пример, который я люблю приводить в таком случае. Однажды один охотник пошел поохотиться в ту местность, где был монастырь Святого Антония в Египте. И он, проходя недалеко от монастыря, решил зайти в монастырь, взять благословение Антония. Но когда он стал подходить поближе к монастырю, он услышал хохот монахов. И он так удивился, казалось бы, они там все должны в молитве, в унынии, в слезах. Он высунулся из-за камня, смотрит, стоит Антоний, великий, что-то рассказывает, а они всех охочут, там за животы держат. Но он подумал, все равно это Антоний, ну, если они себя так ведут, это их дела, возьму благословение и пойду дальше. И он вылез из-за камня, подходит к Ави Антонию и говорит, отче, благослови. А Антоний посмотрел на него, он был прозорливый человек, он сразу понял его смущение. И говорит, что у тебя там за спиной лук, ну-ка сними этот лук, тот снял лук, ну-ка натяни его, тот натянул. Антоний говорит, еще натяни, еще. Натянул, еще натяни. А все, дальше, а он сломаться может. И Антоний говорит, ну все, благословил его и отпустил. И охотник понял, если людей держать все время в напряжении, то человек может сломаться, как лук. Ведь для изготовления лук используют наиболее гибкие породы. дерево, их готовят, вымачивают как-то. И нельзя людей держать в напряжении, в чрезмерном напряжении. И вот Саул допустил такое безрассудство, и Инофан это тоже осуждает. И поражали филистимлян в тот день от Мехмаса до А и Алона, и народ очень истомился. То есть весь день идет этот маневр. И кинулся народ на добычу, то есть, скорее всего, это уже заход солнца, заклятие уже не действует. И брали овец, волов и телят, и заколали на земле, а положено на камни заколать. И ел народ с кровью, положено на камни заколать, и чтоб кровь стекала. Потому что душа животного в крови. Если вкушают с кровью, то считалось, что качество животного, они как бы передается человеку. И люди оказались нарушителями закона Божия через этот псевдорелигиозный фанатизм царя Саула. И возвестили Саулу, говоря, «Вот народ грешит, пред Господом ест с кровью». И сказал Саул, «Вы согрешили. Привалите ко мне теперь большой камень». Потом сказал Саул, «Пройдите между народом и скажите ему, пусть каждый приводит ко мне своего вола и каждой свою овцу». Это трофеи, которые захватили в обозе филистимлян. «И заколайте здесь, и ешьте, и не грешите пред Господом. Не ешьте с кровью». Кстати, для христиан кровь тоже всегда скоромна. Это подтверждается книгой «Деяния святых апостолов». Это решение было принято на Первом Иерусалимском апостольском соборе. Оно подтверждается правилами поместных вселенских соборов христианской церкви и правилами святых отцов. Аше, епископ, пресвитер, диаков вкушают кровь, да будут изверженные сана, то есть их изгоняют из клира. Аше, миряне, да будут отлучены от церкви. «И приводили все из народа, каждый, своей рукой, вола своего и свою овцу, ночью». Получается, целый день там терпели, а кто-то не вытерпел, а сквернились. «И заколали там. И устроил Саул жертвенник Господу, то был первый жертвенник, поставленный им Господу». Ну, сразу такая мысль, какой-то вот дефектный такой жертвенник, сам он спровоцировал вот такую напряженность в народе через свой религиозный, псевдорелигиозный фанатизм, и народ осквернился. А теперь он пытается исправить ситуацию. «И сказал Саул, пойдем в погоню за филистимлянами ночью и оберем их до рассвета, и не оставим у них ни одного человека». Народ уже вдохновился этой победой, они уже подкрепились пищей и сказали, «делай все, что хорошо в глазах твоих». Священник же сказал, «приступим здесь к Богу». Священник принимает очень правильное решение, он говорит, «не надо спешить, давайте спросим у Господа». потому что в общем таком порыве инстинкты толпы, они не всегда правильно реализуются. Вообще толпа всегда принимает какие-то ошибочные решения. Собственно говоря, религиозное прозрение, религиозная интуиция – это достояние немногих. Толпа живет совсем по другим законам. И священник понимает, что сейчас у них, конечно, эйфория от этой победы, надо их как-то всех немножко отрезвить. И надо попросить Господа, как Господь относится к этому. Поэтому священник сказал, «приступим здесь к Богу». И вопросил Саул Бога, то есть через этого священника, через Урим и Тумим, «Идти ли мне в погоню за филистимлянами, предашь ли их в руки Израиля, но он, то есть Господь, не отвечал ему в тот день». Как я уже сказал ранее, уже началось нисхождение Саула, деградация его, когда он ослушался пророка Божия и совершил богослужение раньше времени. «И попросил Саул Бога, идти ли мне в погоню за филистимлянами, предашь ли их в руки Израиля, но он, то есть Господь, не отвечал ему в тот день. Тогда сказал Саул, пусть подойдут сюда все начальники народа и разведают, и узнают, на ком грех ныне». У Саула такое решение возникло, что если Господь с нами не разговаривает, «это значит, кто-то из нас нагрешил». Имея в виду, что он наложил заклятие никому не вкушать пищу до вечера, кто-то, значит, вкусил, его надо предать смерти. И Саул не знает, что это сын его Инофан. «Ибо жив Господь», восклицает Саул, «спавший Израиля, если окажется и на Инофане, сыне моем, то и он умрет непременно». Но никто не отвечал ему из всего народа. То есть некоторые знали, что это Инофан. Но Инофана-то любили. Инофан – прекрасный воин, который себя зарекомендовал в бою, когда умертвил 20 филистимлян. «И сказал Саул всем израильтянам, станьте вы по одну сторону, а я и сын мой, Инофан, станем по другую сторону». То есть он сразу разделяет дом царский и весь народ. Если жребий укажут на народ, они будут проходить по коленам, выяснят через Урим-Тумим или через жребий, какое колено, какое семейство, кто из этого семейства. И отвечал народ Саулу, «Делай, что хорошо, в глаза твои». Действительно, победителей никто не судит. Победители пишут историю, есть такая пословица. И он как бы выдвигает свои условия. И сказал Саул, он начинает молиться, «Господи Божий Израилев, отчего ты ныне не отвечал рабу твоему? Моя ли в том вина или сына моего, Инофана? Господи Божий Израилев, дай знамение. Если же она в народе твоем, Израиле, дай ему освящение». И улечены были Инофан и Саул, а народ вышел правым. То есть Господь указал на царский дом. Как говорится, рыба гниет с головы. «Тогда сказал Саул, бросьте жребий между мной и Инофаном, сыном моим, и кого объявит Господь, тот да умрет». Вот смотрите, в случае с народом Саул говорит, если народ виноват, он осветится, то есть надо его очищать. «А в случае персоналий царского дома, тот, на кого укажет жребий, умрет». Вот здесь доблесть Саула. Конечно, по-своему безрассудная, но действительно надо себя, своего семейства спрашивать строже, чем со всего народа. «И сказал народ Саулу, да не будет так!» Такая славная победа, одержанная, вдруг кого-то надо умиршлять. Но Саул настоял, никто не решается ему противиться, и бросили жребий между ним и Инофаном, сыном его, и пал жребий на Инофана, то есть на человека, который выиграл эту кампанию, по сути дела. «И сказал Саул Инофану, расскажи мне, что сделал ты? И рассказал ему Инофан, и сказал, я отведал концом палки, которая в руке моей, немного меду, и вот я должен умереть? Что, я должен умереть из-за этого меда? Инофан даже не знал об этом соклятии. И сказал Саул, пусть то и то сделает мне Бог, и еще больше сделает, ты, Инофан, должен сегодня умереть. Вот это абсолютное безрассудство. А Инофан не умрет, народ не позволит, и Бог сделает Саулом то, в чем теперь он сам себя заклинает. Действительно, слово не воробей, который спорхнул и улетел. От своих слов любой человек осудится и оправдается. по сути дела, Саул заклял себя самого. И сказал Саул, пусть то и то сделает мне Бог, и еще больше сделает, ты, Инофан, должен сегодня умереть. Но народ сказал Саулу, Инофану ли умереть, который доставил столь великое спасение Израилю, да не будет этого, жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю, ибо с Богом он действовал ныне и освободил народ. И освободил народ Инофана, и не умирал. Это была первая победа с времен судей, причем такая масштабная победа, и только безрассудство этого политического лидера, этого незрелого царя, как бы омрачило этот успех. И освободил народ Инофана, и не умер он, а Саул заклял сам себя. То есть его ниспадение, оно продолжается, все ниже и ниже удаляется от вершины того положения, в котором он пребывал. Там деградации у него будут в самом худшем направлении, кончится все вообще оккультизмом. когда Саул пойдет к ведьме, чтобы она вызывала ему мертвого человека, потому что Господь перестанет с ним разговаривать. И возвратился Саул от преследования филистимлян, филистимляне же пошли в свое место. То есть на самом деле преследование не состоялось, как мы видим, хотя все были настроены, что их надо гнать. И утвердил Саул свое царствование над Израилем и воевал со всеми окрестными врагами своими, с Муавом, это мавитяне, с аманитянами, и с Идомом, и с Вефором, и с царями Совы, и с филистимлянами, и везде, против кого не обращался, имел успех. И устроил войско, и поразил Амалика, и освободил Израиля от руки грабителей его. Да, Саул, это тот непутевый царь, первый царь, как говорится, первый блин комом. Но Бог действует через этого человека. Бог действует через многих из нас, несмотря на наше несовершенство, несмотря на то, что мы тоже, как блин комом, это не так делаем, это не так делаем, говорим какие-то безрассудные дела и поступаем безрассудно. Потому что Господь силен действовать и через ослицу, как показывают книги царей. Он силен действовать и через нечестивых, как Златоуст говорит, Бог не всех рукополагает, но через всех действует. И далее мы читаем, сыновья у Саула были и Нафан, и Есуй, и Мелхисуа, а имена двух дочерей его, имя старше Мирова, а имя младше Мелхола. Мелхола станет женой царя Давида. Имя же сыны Сауловой Ахинуам, дочь Ахима Аца, а имя начальника войска его, Авинир, сын Нира, дяди Саулова. Кис, отец Саулов, и Нир, отец Авинира, были сыновьями Авиила. И последний стих этой длинной главы, 52-й, «И была упорная война против филистимлян во все время Саулова. И когда Саул видел какого-либо человека, сильного и воинственного, и брал его к себе, то есть брал его к себе на службу, чтобы через него иметь победу над врагами». Итак, давайте сейчас вернемся к словам «Инофану ли умереть, который доставил столь великое спасение Израилю?» Какое объяснение дают отцы? Прежде всего, Иероним Стридонский, это его диалоги против Пелагеан, известный его трактат, и он пишет «Инофан отведал сотового меда с конца палки, и глаза его прояснились, и жизнь его оказалась в опасности от того, что он сделал по неведению. Ибо Писание свидетельствует о том, что он не знал о строжайшем повелении своего отца не вкушать никакой пищи до тех пор, пока не совершится победа Господа. И столь велик был гнев Господен, что жребий указал на вскрывавшегося Инофана, который открыто исповедал. Я отведал концом палки, которая в руке моей, немного меда, и вот я должен умереть? А затем он был спасен заступничеством и молитвами народа, говорившего Саулу и Инофану ли умереть, который доставил столь великое спасение Израилю, да не будет. Блаженный Иероним здесь, с одной стороны, он пересказывает этот сюжет, с другой стороны, он вносит какие-то объяснения краткие, внешние, незначительные, чтобы этот сюжет стал нам более понятен. Григорий Великий, Папа Римский, Григорий Двоеслов, это его моралия на книгу Иова, иначе эта работа называется «Нравственные беседы» на книгу Иова, он пишет, следует знать, что грех чревогодия искушает нас пятью способами. Все-таки Саулу установил пост. Иногда оно опережает время потребности, а иногда не опережает, но ищет более изысканной пищи. Иногда же требует, чтобы то, что должно быть съедено, было тщательнее приготовлено, иногда оно соглашается с качеством и со временем приема пищи, но выходит в количестве за пределы необходимого подкрепления. А иногда оно, хотя и жаждет что-то обыкновенное, согрешает еще сквернее своим неудержимым пылом и желанием. Вот и Инофан действительно заслужил смертного приговора из уст отца, потому что отведывал мед, а он на самом деле опередил время, назначенное для приема пищи. Действительно, мы подвергаем себя опасности, нарушая любое постановление Божие, в том числе и о судах. Поэтому когда мы уже свидетельствуем или постановление Божие о постах, или когда постановление Божие о жертве в определенное время надо приносить, пост соблюдаем тоже определенное время, любая неточность она провоцирует нас на совершение греха и является грехом, а грех то, что бросает на нас как бы тень возможного страшного наказания через смерть в том числе. Собственно говоря, люди умирают, потому что они согрешили и продолжают идти путем греха, как бы исправления мы не очень видим в самих себе. Максим Туринский, это его проповеди, он предлагает такое рассуждение. Нелегкий это грех нарушить объявленный пост. Да, конечно, безрассудно Саул установил пост, но он его установил, он все-таки был царем. Чтобы это показать на примерах, прочитаем в книге царств, что когда Саул, царь израильтян, вел войну против иноплеменников, он объявил пост для всего своего войска, и вот когда все воздерживались от пищи, он начал сражение с противником. Очевидно, что это хороший царь, потому что одолевал врага не столько оружием, сколько набожностью, потому что боролся более верой, чем копьем. Максим Туринский даже одобряет Саула в этом решении поститься, хотя Инофан говорит, что это безрассудное решение. И вот когда Саул объявил день поста для всех своих воинов, и сын его, Инофан, не зная о повелении, вкусил медового сота, в который обмакнул конец палки, в то время как победоносное войско продвигалось в самую гущу врага, то это вызвало столь великое негодование, что и победа оказалась отсроченной, и божеству нанесена обида. И конец войне не наступил, и пророческого ответа не дано было царю. Из всего этого мы понимаем, что Саул одолел врага не столько силой своих воинов и подвигом Минофана в том числе, сколько их постом. Ферестемляне вообще символизируют собою бесов. Когда Господь сказал «Прогоните семь народов Ханаана», имелось в виду семь смертных грехов, а у каждого смертного греха есть свой беспокровитель. А сей род бесовский изгоняется как постом и молитвой. Итак, сегодня мы выучили по возможности те уроки, которые нам были предложены в 14 главе первой книги царств, это большая глава, 52 стиха. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы приступим к чтению 15 главы этой книги. «ИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА» «ИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА» Продолжение следует...